На календаре 3 декабря 3 декабря 1860 года главная улица Самары, Дворянская, ныне Куйбышева, засияла огнями. Инициатором устройства уличного освещения стал тогдашний губернатор Константин Карлович Грот. Чтобы победить на улицах Самары кромешный мрак, пришлось немало потрудиться. Первый проект установки уличных фонарей забраковали, поскольку столбы располагались очень низко, а осветительные приборы предполагалось заправлять дешевым хлебным спиртом. Губернатор потребовал отказаться от его использования, так как фонарщики, да и простые обыватели с легкостью прибрали бы горячительное к рукам. В итоге фонарные столбы выросли до 2,5 метров. Теперь дотянуться до них было проблематично. Заменили и горючее. Стали использовать непригодную для употребления внутрь спирто-скипидарную смесь. Газета «Волжское слово» от 3 декабря 1911 года так рассказывала своим читателям о положении дел с потреблением горячительных напитков. По сравнению с предыдущими годами, продажа казенного вина по Самарской губернии в 1911 году уменьшилась по некоторым местностям до 35%. Однако, как подчеркивалось в той же заметке, эта тенденция была вызвана отнюдь неуспехами антиалкогольной кампании, развернутой в начале 20 века, а тем, что в губернии на протяжении нескольких лет свирепствовали голод и неурожай. Поздравление с юбилеем 3 декабря принимает Иван Алексеевич Сахаров, член общественной палаты Самарской области. Создатель легендарного советского танка Т-34, инженер-конструктор Михаил Кошкин, популярная актриса театра и кино Нина Дорошина, выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, известный итальянский композитор Нина Рота, британский рок-музыкант Оззи Осборн. Все эти и многие другие знаменитости были рождены в разные годы, но в один день – 3 декабря. Назовем и именинников дня сегодняшнего. Это Александр, Алексей и Фекла. Ко дню святого Прокла, которого честуют в народном календаре сегодня, на Руси, как правило, окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. До Прокла не жди от дороги Прока, говорили наши предки. В этот день, так же, как и в несколько предыдущих, особенно тщательно следили за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то третий день июня будет дождливым. А иногда по погоде этого дня судили обо всем следующем июне. Если же на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреку, это предвещало скорую вьюгу. Таким был третий день декабря в истории. Замечательного настроения вам и удачи в делах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова